Здравствуйте и снова в эфире за студией имени Степашкина и сегодня мы с вами поговорим о линейной перспективе, но не просто от руки, а с помощью вот такого нехитрого прибора, то есть берем планшетик, вот такой любой, любой планшетик, крепим к нему резинку, это просто вот такая вот канцелярская резиночка. Я вот сделала две дырочки шилом и вот тут два узелочка, вот тут и вот тут вот, вот, и прикрепила вот такую вот простую канцелярскую резинку, взяла булавку, единственное, что вот этот вот кончик ее немножко подзажало, чтобы она не совсем болталась, вот, вот, получился у нас такой замечательный прибор. Перспективы для художника, вот, эта резинка у нас будет обозначать линию горизонта, вот это будут точки схода, да, и мы можем любой предмет изобразить в перспективе при помощи вот этого прибора. Ну вот простейший пример, как нам строить перспективу линейную. Это у нас линия горизонта. И очень просто мы можем с вами нарисовать любой предмет, куб, пролилограмм, или поправьте меня, пролилограмм, да, и любые такие предметы, имеющие грани, да, ну и не совсем, а цилиндры тоже верхнюю и нижний овал можем нарисовать. Благодаря вот такому нехитрому приспособлению. Это планшетик, вот тут резиночка вставлена, вот два узелочка, две дырочки и вот такая вот булавочка, просто которая может ходить у нас по... Чтобы можно было в разных местах рисовать эти предметы. И, например, сейчас нарисуем куб. Вот. Берем точку какую-то основную, верхнюю и нижнюю. То есть какой-то размер определенный мы должны задать вертикальный, да. И вот из этих точек мы рисуем верхнюю грань. Раз. Раз. Угу. Нижнюю. Смотрите, у нас уже другой угол наклона будет. Раз. Два. Так же заканчиваем построение верхней грани. Раз. Два. Так же можем простроить его насквозь, да. Вот у нас вот точка пересечения тут образовалась. Опускаем вот эту вертикаль вниз. Можно делать даже с помощью линеечки. Вот сюда. Вот эти, соответственно, точки должны соединяться. Угу. И вот насквозь простроим вот к этой точке, присоединяем. Это прям. И аккуратненько вот по этой. Раз. И, соответственно, вот так. Вот мы насквозь простроились в перспективе куб. Верхняя грань у нас меньше развернута на зрителя, а нижняя больше все как соответствует правилам перспективного построения, да. Соответственно, если вот эта вот грань совпадет у нас с линии горизонта, она вот превратится у нас просто в линию. Вот у нас будет линия горизонта и улица, уходящая вдаль. Давайте как-то ее сделаем. Наметим. Раз. И где-то там, в точке схода, точка схода у нас на самом деле вот она будет. В месте крепления нашей резиночки. Поярче. Поярче. Ага. Да, сейчас поярчу. Совсем на резиночку я опираться карандашом не могу, естественно, да, потому что она уедет, поэтому просто мы используем ее как ориентир, а так стараемся просто потвердно руку держать. Вот. И дома тоже, которые вот у нас будут уходить, домики туда, к линии горизонта, да. Вот один домик у нас может быть. Это очень интересный способ. И опустить можно. Давайте тротуарчик сделаем тоже уходящий туда. Ну да, он очень такой наглядный. Тротуарчик уходящий. Вдаль. Поверчим. Тут Другой домик можно сделать вот этот вот высокий, да? Вот этот вот пониже. Да, пониже, допустим. Да, пониже. Тут можно сделать дом еще повыше, да? Ну, допустим, да. Немножечко. Да? Такой вот. Дальше может быть ниже, дальше выше. Может быть арка какая-нибудь. Давайте сделаем арку. Угу. Тут просто вот еще один. Как бы будем. Вот такой же высоты. Вот с арочкой такой. Вот тут вот сделаем такую арку. Мне кажется, нужно показать еще окошки, да? То есть, что окошки тоже привязываются к ленингрызам. Да, окошки обязательно, конечно. И там дальше можно сделать аллейку какую-нибудь, да? Вот так вот, проходящую вот туда. Ну и такие уже домики с углом стоящие. Вот он. Дальше уже, ближе к концу, уже можно как-то немножко попроще решать композицию. Крыша, соответственно. Крыша сейчас. Ну, действительно, получается вот этот прием с резиночкой, он прямо очень простой и наглядный. То есть, вы как бы не ошибетесь в перспективных сокращениях. Такой вот. И самое интересное, это окошки. Да, они тоже будут идти вот по этой вот линии, да? Соответственно, их вот надо разделить. Потому что очень часто, конечно, у начинающих художников вот эта вот ошибка, да? Что крыша в одном направлении, а кошки куда-то пошли в другое направление. Давайте здесь сделаю какую-то дверь такую. Потому что у нас тут все. Такой провинциальный город. Такое все камерное, такое домашнее. Здесь маленькую большую, но здесь можно сделать такие вот. Раз. Ну, давайте дальше. Угу. Угу. Арочка там можно... Туда как-то вот она уходит. Да. Даже, наверное, вот это не надо рисовать. Потому что там толстая стена, думаю. Вот так вот просто. Мы видим, да, вот эту вот часть стены туда уходила. Также окошки вот тут уже помельче. Но все так же вот по перспективе. Прикладно. Да, с этим приемом получается понятно, что в каком направлении идет перспективное сокращение и почему оно привязано к линии горизонта. Угу. Вот что нам нужно более... Так вот. Тем не менее, хоть и маленькие вот эти окошки, но тем не менее тоже они идут вот в перспективе. И вот, получается, у нас улица простроенная по законам линейной перспективы, уходящая вдаль и при этом не требующая больших таких трудозатров. А давайте еще, допустим, наметим брусчатку старинную. И как вот она расходится. О, да. Потому что это тоже очень частая ошибка. Угу. Давайте. Угу. 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 Ухватка, дорожная разметка. Ухватка, дорожная разметка. Они привязаны к перспективе тоже. Да, да, да. Обязательно. Вот и сразу видно направление как бы движение. Появляется даже такая вот иллюзия движения. И, соответственно, здесь тоже уже вот поэтому по этой резиночке. Угу. 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 Плитка такая получается у нас замечательная. Так. У нас. У нас. Так же можно отрисовать так плитку на полу, паркет. Угу. Да, кстати. такого особо большого опыта построения перспективы. мы можем справиться с этой задачей с помощью таких вот несложных инструментов. Угу. Да. Там уже идет сокращение тоже. Сильное уже перспективное сокращение. Ну и как-то так вот оживить можно как-то вот краешки. если это действительно брусчатку вы рисуете, то помельче это надо делать и края так немножко заваливать. Такие овальчиками делать. вот такое вот мощение у нас получается. Так же если какие-то рамы, да, вот перекрестия, покажу вот здесь на форточке, да, тоже мы соответственно рисуем вот по этой вот резиночке. Очень удобно, очень хорошо все у нас получается. Так что пробуйте. Спасибо.